Во время обсуждения статей сегодняшних искателей нашего подлинного прошлого, Тартарии и Скифии, многие соглашались, что наша история переписана. Но часть комментаторов ссылалась на то, что раз все документы пожгли, то и лучше оставить фальшивую историю как есть. У меня появилась возможность дать слово сибирскому староверу, тому, чьи родичи веками жили на этой земле. Текст авторский, без правки. Индерь о Сибири. Я не славянин, внешне 100% белый европеец, похож скорее на шведа или финна, но по роду коренной сибиряк. Мы жили в Сибири за несколько тысяч лет до того, как возникла Русь, и даже задолго до того, как произошла тюркизация Сибири. Нас оставалось довольно много здесь, пока 400 лет назад не повалили из-за Урала русские казаки, планомерно уничтожавшие всех белых язычников, как особенно опасных для Москвы и врагов. Во времена Золотой Орды нас было 17 родов, только по Лукоморскому царству, и, наверное, десятки тысяч человек общим числом. При Золотой Орде мы жили неплохо. Потом, во время упадка Великих Сибирских царств, нас сильно проредили нашествие джунгар, но и они не свели нас на них. А вот у русских казаков, возглавляемых православными попами, получилось лучше. На сегодня кровных традиционалистов в Западной Сибири чуть больше 200 человек из четырех оставшихся родов. Но мы сохранили большую часть своей традиции, которая все так же передается изустно по женской линии от бабки к внучке, хотя и старики тоже многое ведают. Это та самая основа, которая дала свои плоды в виде славянской, дохристианской, а позднее и индуистской культуры и мифологии. Нашу традицию ведут по главам корневых родов уже до 560 с чем-то колен. А если учесть, что за одно колено принимается 25 лет, возраст зрелого мужчины, раньше в этом возрасте рождались уже и средние дети, то нетрудно счесть 25 умножим на 560, получается 14 тысяч лет. У нас нет летосчисления от какого-то древнего события, а наоборот, от сего дня и назад в прошлое. Некогда в Сибири существовало несколько крупных царств. Югорье, Западная Сибирь и Урал, Лукоморье, Низовье реки Оп и часть побережья Северных морей. Несколько Белогорий, Саянское, Манское, Янское и т.д. Беловодье, Верховье Ирия, часть Горного Алтая и другие царства. Несколько веков все это объединялось в Великую Орду, в скобках Орду, через А. В Орду входило множество царств, ханств, княжеств и правили разные правители от разных народов. Золотая Орда всего лишь правоприемница этого огромного в прошлом военного и геополитического объединения, появившееся уже фактически на руинах тех великих царств. Европейцы, в том числе русские, сохранили лишь крупицы памяти об этой эпохе. Больше всего они контактировали с Югорием. Югра, Угра. Угра, Югра – это древнее название реки Печора. Все, что за Печорой, просто называлось Угра, а людей – Уграми, Югорами. Первыми жившими в Западной Сибири предками были те, кто жил у Лукоморья, на морском в кавычках побережье. Лукоморьем впоследствии называлось и одно из великих сибирских царств. Это довольно конкретное географическое место – бассейн реки Обь и реки Томь. Хотя морем нынче тут и не пахнет, но тем не менее, по совершенно достоверным геологическим данным, 14 тысяч лет назад на территории современной Западной Сибири существовал огромный, оставшийся после таяния водоем, с севера еще подпруженный этим ледником. Не море, конечно, в прямом смысле, но все же гигантский водный бассейн, который мы вполне могли принимать за море и сохранили в родовых изусных былях. Абдора. Она была великим княжеством, входившим в состав Югоря и длительное время в царство Лукоморья. Территориально Абдора располагалась между Северным Уралом и заливом Обская Губа. Именно там весе и было больше всего в Абдоре. Может, оттого и нарекли их Абда. Название Абда чем-то напоминает также название какого-нибудь народа. Но это неудивительно, ведь раньше люди по Югорию, большинство диких таежных животных величали лесными народами, практически приравнивая их по значимости к своим племенам. Конечно, вероятно, есть свидетельства и о более древних подтверждаемых традициях. Но я, к сожалению, с такими пока не сталкивался. Не возьмусь ничего утверждать, но уже очень многие исследователи полагают, что предки славян появились на нашем континенте, именно на севере Сибири, постепенно мигрируя в центральный район Евразии, дойдя на востоке до Тихого океана, на юге до Индийского океана, а на западе до Северного моря и Атлантики. В общем, можно предположить, что именно в среднем и нижнем течении Абии и располагался некий центр, откуда предки славян, а возможно и европеоидов, вообще разошлись потом по всему миру. А вот откуда они сами сюда еще раньше пришли, этого точно даже наши бабки не знают. Говорят просто «север», но «север велик». То, что у нас в традиции сохраняется, почти не подвергалось изменениям несколько тысяч лет и отчасти напоминает некоторые традиции, бытующие сегодня разве что в Индии. А Русь за это время столько влияния испытала на себе, что многие понятия просто стали с ног на голову. По официальным учебникам истории, освоение Сибири русскими начинается только с походов Ермака. Само славянство территориально ограничивают каким-то крохотным пятачком вокруг Новгорода и Киева. Неправда. Нам принадлежал и принадлежит практически весь евразийский континент. А Россия была и есть геополитическая правоприемница великой Орды, в скобках Орды. Старики-сибиряки рассказывают удивительные вещи, которые не укладываются ни в какие существующие исторические схемы. Говорят о том, что белое население ниоткуда не пришло в Сибирь, а всегда жило тут и даже наоборот расселилось отсюда, по всем землям, что мы всегда жили и живем до сих пор в Великой Орде, только иначе ее теперь называем. Много других народов жило с нами в Орде. Татары – наши братья, но вроде не все. По словам, есть белые татары. Орда – это своего рода воинское и политическое образование на территории современного СНГ. Для того, чтобы контролировать огромную территорию, собиралась дань, современные налоги, и всегда была воинская повинность. Границы Орды тысячелетиями были примерно одинаковыми, и по сей день они почти не изменились. На территории Западной Сибири Орда всегда противостояла джунгарам и полчищам других воинственных племен, приходивших с территории современного Китая. Говорят, что в наших краях были огромные города, такие большие, что и сейчас таких нет. Об Асгарде Ирийском я сам слышал еще в детстве. Это был колоссальный древний мегаполис. Но из камня никто ничего не строил, так как понятия были такие, что человек – это чело, даденное душе навек, и ничего, сделаемого руками, не должно надолго переживать человеческий век. Фигура Петра I очень в народе нелюбима. Кстати, и у нас его именно Петрушкой презрительно называли. И в России. Этот исторический деятель нанес, пожалуй, наибольший урон нашей общей культуре своими прозападными реформами. По его личным распоряжениям в Сибирь направлялись специальные экспедиции, целью которых был сбор и уничтожение любых документов и артефактов, обнаруживавших древнюю историю великих сибирских царств. Церковь охотно помогала этому. У них даже до сих пор существует документальное распоряжение насчет находимых в земле языческих древностей. Придворный историк, в кавычках, Миллер, имел прямое задание сделать Сибирь землей неисторической, и это ему вполне удалось. Нынче в российских учебниках не найти даже упоминаний об огромных городах Тарх-Тарии, хотя, например, эта информация есть в курсах многих университетов Запада, где преподается история. Замалчивают это только от нас, но кто ищет, тот находит. Сохранились даже казачьи грамоты времен ранней экспансии, своеобразные отчеты царю обложенных ими Ясаком в сибирских городах числом более 70. 70 городов. Это в период наибольшего упадка Тарх-Тарии. В приписках казаков заподозрить невозможно, поскольку этот Ясак строго учитывался и отправлялся в Москву. По сути, это были обычные налоговые документы. Скорее всего, им было бы выгоднее занизить число захваченных городов, чем завысить. Так что эта информация совершенно объективна. Наши предки в древности были поголовно грамотными. Простой письменной грамотой владели с детства. Причем начертанное письмо было распространено только среди простого людо. Знающие люди послания передавали в виде вязания. В нашей земле спрятан особый памятный камень, который, когда будет освобожден из темницы своей и увидит солнце, будет говорить на разных языках и откроет большие тайны. Кто попал, а его не найдет. Просто мимо пройдет. То есть буквально, как только коснутся его прямые солнечные лучи, он начнет говорить в кавычках и ведать тайны. А пока он в темнице. Он немой и тусклый, как бутылочное стекло. Это я привожу практически до слова. Да, многие воевали. Но некоторые также веками держали обеты ненасилия. В моих четырех корневых родах были не только вояки, но и потомственные кузнецы и династии их шли именно от оружейников древности. Я даже в былях о змей-мечах с детства не раз слышал. Но с основанием Золотой Орды по неким не вполне понятным причинам воинские и оружейные традиции были оборваны. Вероятно, Золотая Орда в основе придерживалась иных принципов, нежели Орда Великая, в которой, собственно, и формировалась культура традиционалистов в том виде, в котором она дошла до нынешних дней. Интересные детали. На основных направлениях, где Орда отражала набеги извне, существуют населенные пункты под названием Колывань, в скобках Коловань. Бабка мне как-то рассказывала о том, что такое Колываны. Это очень связано с войной светилищей. Сооружение из бревен в особых местах, внутри которого и снаружи были места, где сушили для похода в провиант и раскладывали раненых в бою воинов для восстановления. В каких именно местах знали только особые люди, колдуны и волхвы. Простой человек, не зная, мог не с той стороны приблизиться и даже умереть или состариться на много лет, а мог и помолодеть. В общем, довольно-таки страшное место были эти Колывани. Их очень боялись. Святилище Колыван делало вокруг себя странные и подчас страшные вещи. Там оживали и бродили кругами покойники. Там местами можно было в одночасье посидеть и состариться, а можно было наоборот помолодеть. Следили за святилищем колыванские волхвы, знающие все особенности этого страшного места. Если перед постройкой Колывана в тех местах рылись колодцы, то после постройки его вода в некоторых из них становилась мертвой, а в других живой. Также в мертвых местах рядами выкладывали раненых в бою и умирающих воинов, чтобы их раны затянулись, а потом переносили в живые места, чтобы набрались сил и встали на ноги. Зазубренные мечи там молодели, а в мертвых местах сырое мясо высыхало, и его брали в боевые походы и на дальние заставы, где оно не портилось месяцами, и всегда возводились там, где чаще всего происходили побоище. Колывани возводились. Там же были черные кузни, где кузнецы, колдуны ковали самые совершенные доспехи и оружия. Так вот, в Новосибирской области есть колывань, рядом же в Алтайском крае тоже есть колывань, и древнее название столицы Эстонии колывань. Расскажу страшную сказку быль, слышанную еще в детстве от бабки, о том, как наш в роду отдаленный предок ходил в колывань за мертвой водой. В семье случилось несчастье, покалечилась младшая сестренка, лежала израненная жаром и в бреду, летом раны быстро начинали гнить. Знающие люди посоветовали добыть мертвой воды, чтобы омыть раны. Достать такую воду можно было только в колыванье. Но идти в колывань жуткое испытание, так как место это навье, колдовское. Так вот, пришлось ему идти в колывань. Колыванские волхвы указали ему колодец, где была нужная вода, не теряй, один раз ворот повернешь, на пять лет состаришься, два раза еще настолько же, а если бадью упустишь, то не успеешь снова вынуть, от старости на месте умрешь. Но он не убоялся и пошел к колодцу, принес полную катку мертвой воды волхвам, но стал совсем седой и дряхлый как столетний дед. Тогда самый старый волх, видя его бесстрашие, поднял белый камень и кинул его далеко в сторону самого колывана, повелев принести его ему. И, уйдя туда седым стариком, испытуемый принес волхву белый камень, снова стал молодым, как и прежде. Вернулся он в родные места, принес им мертвую воду, белый камень. У сестры его быстро на ногах рано зажили, как омыли их этой водой, а камень, положенный у изголовья, у нее силы вселил, стала она еще краше и веселее прежнего. А камень этот в роду хранили, как святыню, он обладал чудесной исцеляющей силой. Китайская стена, по мнению некоторых специалистов, в фортификационном искусстве изначально строилась, как оборонительная линия для отражения атак не с севера, а именно с юга и юго-востока. Это было примерно в эпоху расцвета Орды Великой. То есть есть мнение, что построена эта стена была нами, позже она неоднократно перестраивалась и достраивалась уже самими жителями Поднебесной. Сообщение между государствами было гораздо более активным, чем представляется сегодня. И не за 500 лет до казаков, а гораздо раньше и чаще. Северный морской путь, согласно нашим былим, существовал еще 3,5-5 тысяч лет назад. И караваны из лодий ходили морем, а потом вверх по сибирским рекам и обратно регулярно. Жили действительно селами и городищами, но были раньше в Сибири и на удивление крупные города, причем с развитой системой коммуникации, судя по всему, и даже с таким прообразом метро. Из-за снежных зим и, видимо, весьма хаотичной малоэтажной застройки, по узким улочкам перемещать грузы товары бывало проблематично, поэтому, когда город разрастался до определенных размеров, под ним рыли из конца в конец крест-накрест его пересекающие тоннели, причем весьма широкие. Два параконных ввоза или две боевые колесницы свободно разъезжаться могли. Об этих тоннелях и до сих пор по Западной Сибири легенды ходят. Многие роды наши предпочитали жить оседла, не меняя место в течение зачастую сотен колен. И села называли свои именно родовые села. То есть вполне можно допустить, что когда-то получив от местного правителя право на землю с последующим ее наследованием потомками, люди обживались там и поселение сперва приобретало вид некоего хутора скита, затем постепенно разрасталось и превращалось из родового поселения в село и даже городище. Во времена древних царств Сибири строились максимум деревянные, а то и полуземляные постройки. Считалось, что жилище, как и сам человек, должно служить всего на век, людской век, то есть соблюдался принцип сосуществования и ненанесения вреда окружающей природе. К тому же топоры, нужные для постройки домов, тоже ведь из чего-то делались, из железа, естественно. На современной территории Кузбасса где есть и железорудное месторождение и огромные запасы каменного угля, местами выходившие даже на поверхность, в древности был очень развит железоделательный промысел. Он был стратегически важным, ведь территория Западной Сибири постоянно подвергалась набегам племен из Северного Китая, а впоследствии Джунгар. Оружие было необходимо как воздух. И в эпоху ранней Бронзы Югорье и некоторые другие древние царства Сибири имели огромную фору в плане обладания самым совершенным на то время оружием. Выплавляли железо едва ли не в каждой второй семье. Очень много кузнечили, а того древнее название территории Кемеровской области Кузнецкая земля. И отдельные рода и семьи и целые деревни занимались добычей и привозом руды, в то время как другие специализировались на добыче угля. Есть в наших местах деревня Пестери, древнее название, там в свое время изготавливались лучшие пестери. Берестяные заплечные короба для переноски угля, лошадь не всяк мог себе позволить. А иные специализировались на выплавке и кузнечном ремесле. Бывало, что в каждом доме какого-нибудь селения была земляная половина, совсем небольшая печь с мехами либо подземным поддувалом, какие были и в Аркаиме. Разместил этот материал 5 марта 2023 года на Хисториэко Александр Калтыпин, кандидат геолога минералогических наук, проводит исследования на стыке геологии и фольклора. И ссылка на источник. Это информация с сайта Хисториэко и с телеграм-канала Хисториэко Александра Калтыпина. И даются активные ссылки. Все они будут в описании под этим видео и в комментариях. Калтыпин на Хисториэко, телеграм-хисториэко Калтыпина, Александр Калтыпин ВКонтакте, на Ютюбе и архив статей Александра Калтыпина. Предыдущее видео предлагаю вам с моего канала по теме Александра Калтыпина «Противостояние белых и земноводных богов до наших дней». Можете посмотреть. Ссылку я точно так же даю с остальными ссылками. На этом все. Всего хорошего. Читайте статьи в телеграме Хисториэко. Там много интересного. Юрий Шатохин, канал Веб-Рассказ, Новосибирск. До свидания. Новосибирск. 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 Продолжение следует...